Добрый день! В эфире Ирявунг Ти Ви. У нас в гостях кандидат исторических наук, член Евразийского экспертного клуба Авак Харучинян. Добрый день, господин Харучинян. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Нам тоже спасибо за приглашение. Тема нашей сегодняшней передачи – это личность Анастаса Микояна, одного из наиболее влиятельных советских политиков. Недавно вышла ваша статья относительно великого деятеля, и хотелось бы сегодня поговорить конкретно о нем. Микоян начал свою карьеру при Ленине и ушел в отставку при Брежневе. О нем говорили, что от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Такая была поговорка. И вот интересно ваше мнение, как историка, вот феномен Микояна, что он столько лет был у власти, как такое могло произойти, при том, что он был из простой семьи, выходцем. Во-первых, спасибо за организацию такого передачи, потому что давним-давно Анастасий Иванович ничего у нас не говорится, не пишется, как будто какой-то табу стоит на нем. И даже иногда у меня складывается такое впечатление, что даже произносить фамилию Микоян минимум как оседливо. Но начну с этой известной поговорки, Микоян сам признался, что ему повезло. Когда ему несколько раз спрашивали, как это получилось, что так-так-так-так, он коротко ответил, мне повезло. И во всю жизнь, в жизни не перед, он, так сказать, не по-армянски бил везучим. Например, в 15-м году он спас от турков, когда в составе отряда полководца Андроник боролся против них. В 18-м году его мусафатисты азербайджанцы хотели убить, тоже спасся. Но после уже сталинское время, в 52-м году, есть гипотеза, что его тоже хотели репрессировать. Потом в 59-м году, когда он из Соединенных Штатов вернулся в СССР, в воздухе, два мотора из четырех его самолета отказали над Атлантическим океаном. Так что в этом отношении Микоян был везучим. И абсурдность вопроса в том, что после смерти уже в наше время ему как-то не везет. Вот смотрите, мне как историку тоже до сих пор полностью непонятно. Вот, как сказать, загадка или феномен Микояна. Как это получилось, что из отдаленного села в Армении, и в этом селе даже, наверное, большинство жителей Республики Армении даже не побивали. Из этого села, из бедной обычной семьи, вот так сказать, вышел малограмотный, не хочу сказать, что неграмотный, малограмотный, потому что он окончил духовную школу, семинарию учился год. Так, юноша, молодой парень, и через десятилетия стал, как вы уже сказали, одним из самых ведающих деятелей не только в масштабах Советского Союза, но и в мировом масштабе. Вот в этом отношении русская или российская земля очень плодотворно влияет на формирование армянских деятелей. Ну, знаем, что во многих странах, минимум в новейшее время, многие наши соотечественники проявили себя в самых лучших сторонах в войной области, науке, культуре, но самое достойное место и достойным образом свое историческое наследие наши соотечественники армяне оставили имена на российской земле. Ну, например, еще начиная с царских времен. Вспомним диктатора Российской империи, графа Микаэла Тарьеловича Лориза Меликова, и который был самым, так сказать, высокопоставленным чиновником целой Российской империи. И после него уже приходит другой армянин, уже Анастас Иванович Микуян, и опять на российской или на советской уже территории, на этой почве, становится таким видным деятелем. То есть, когда мы говорим о Микояне, надо признать, что, так сказать, формулировать, юный Анастас стал Микояном или Анастасом Ивановичем именно благодаря советской власти и в рамках СССР. Его никогда не надо отрывать от того периода, когда он жил и работал. У нас принято, например, о деятеле истории судить с позиции 2021 года. Но каждый человек, каждый деятел, в том числе и Микоян, по конкретному периоду надо судить. Например, Микоян в 15-м году был другим человеком, в 18-м году в Баку другим, в 37-м году, в годы так называемых кавычках сталинских репрессий, другим, в 50-х годах, уже в 70-х годах. То есть, Микояна надо изучать, Микояна надо оценить именно в конкретном периоде. Еще заканчивая, еще хочу сказать, что на первый взгляд кажется, что о Микояне все нам известно. Нет никаких таких деталей или подробностей, которые мы не знаем. Но это просто на первый взгляд кажется, потому что все наоборот. Например, очень богатый архив, лишний архив Микояна, который находится в Москве, в первых центральных архивах Советского Союза, теперь уже Российской Федерации, можно сказать, что почти никак не изучен. А между тем, те исследователи, которые побывали там, мне говорили, рассказали, что там огромный материал про армян. Даже армян на армянском языке. Сборник стихотворений Абатихисакян, и это неизвестно. Этот сборник издан или рукопись. Так что изучение и оценка Микояны еще впереди на многие годы. В своей статье вы пишете, что Микояна недолюбливают либералы и постперестроечная демократическая интеллигенция Армении, а также весь Азербайджан. Можно поподробнее, почему его не любят в Армении и почему в Азербайджане? Вот именно абсурдность состоит в том, что у Микояна есть общественные слои или деятель, который, мягко говоря, недолюбливает в Армении. На первый взгляд, сказал, что наоборот. Тоже наоборот. Наш известный, великий, на весь мир известный соотечественник всеми должны гордиться им. Но получилось обратное. И вина в том, вы уже сказали, в годы так называемой Горбачевской перестройки и после него, и последние десятилетия, уже годы либерализма, голобализма, все то, что было связано по двум причинам. Во-первых, с Россией, и во-вторых, с Советским Союзом, с Советским Строем, как обязательная мода или привычка, у нас стало приниматься, мягко говоря, недружелюбно. Либеральные и постпересрочная демократическая интеллигенция, так называемая, они недолюбливают, потому что они уже воспитаны или работали, или работают, или пользуются тем более вот именно на этих либеральных, ненациональных, иногда даже антинациональных интересах. И в этом смысле Микоян для них самый подходящий противник. Тем более, если они представляют западные интересы, такой деятель, как Микоян, как русский деятель, как российский, как советский деятель, его должны воспринимать только как армянина. Будучи армянином, Микоян российский, русский, советский деятель. Поэтому они не не любят Микояна, очень мягко говоря. С другой стороны, это причина к этому еще и незнания. В нашем обществе, даже в исторических кругах, специальных кругах, о Микояне очень мало знают, если не говорить, что почти не знают. и это недолюбливание идет и еще есть незнание. И в Армении у нас принято сказать, что Микоян, как армянин, ничего не сделал для Армении и для армян. Но к этой статье еще логический вопрос возникает. Раз он, Микоян, для Армении и для армян ничего не сделал, а так это получается, что его в Азербайджане не любят или ненавидят. Наоборот, должен быть по логике. В Азербайджане должны были его любить, потому что он для армян и для Армении ничего не сделал. Но сугубо логически, раз в Азербайджане его недолюбливают, это уже факт того, что Микоян очень много сделал для Армении и для армян. В Азербайджане Микояна до сих пор и, кстати, не только в специальных или исторических кругах, но и на государственном уровне в печати представляют как так называемый главный армянский лоббист в Кремле. Его обвиняют, что якобы лоббирование Микояна якобы этому Микоян в Москве в Кремлевских кругах государственных, партийных, научных кругах, учреждениях так сказать всех армян поставил на хорошие так сказать лакомые посты и так далее и весь жизнь боролся против Азербайджана на исторических азербайджанских землях создал или способствовал созданию республики Армения, Нагорного Карабаха и так далее и тому подобное. И вот возникший вопрос что сделали Микоян для Армении и для армян которые только слепее не могут увидеть или дураки только дураки могут не понимать. В тех годах многое не декларировалось. Ну во-первых Микоян по своему характеру был так сказать очень скрытным человеком и скромным. Так сказать на показ он не любил ничего делать и на показ что-то показывать кому-то нашими теперешними термины говоря рекламировать он не любил. Ну вот возьмем несколько примеров. Например завод каучуковых изделий Найрит. Это по-настоящему промышленный гигант. Когда был построен Найрит никто не задумывается как это получилось что в 30-х годах в городе Ереване когда мы говорим 30-е годы город Ереван это не надо понимать как сейчас миллионный город современный миллионный мегаполис в 30-х годах Ереван был не городом теперешним пониманием современным а как в советское время пример называлось поселком городского типа и вот в этом городке Ереване был построен Найрит что означает этот Найрит и каучук во всем мире был только одно место где производили этот каучук это производил корпорация джупона в США в Соединенных Штатах и в 36-м году когда Микоян первый раз поехал в США и наверное этот вопрос тоже решил и получили что этот завод второй в мире был построен имени Еревани и загадка а почему в Ереване советская власть могла же построить этот завод в России на территории России на Украине там Донбасс промышленный центр Денера Петровск Донецк Кривой Рог в Белоруссии в Сибири Свердловске Челябинск Перм Омск и так далее несравнимо большие промышленные центры чем такой поселковый городок как Ереван построен именно Ереване вот либерали начнут сказать что этим советская власть хотела отравиться римян но дело в том что благодаря этому до последнего времени во всем мире этот каучок производили опять во всем мире только двух местах США и Ереване до сих пор другой пример например метрополитен сейчас мы ереванцы гордимся этим и не думаем что как это получилось что Ереване построили метро как было примета тогда строительство метрополитена разрешалось только в миллионных городах то есть в городах население которых превысил один миллион вот у нас иногда любим анекдотами так сказать обращаться и верить больше этим анекдотам чем историческим фактам и реальным у нас принято что мы якобы обыграли Москву им сказали что это не метро а трамвай просто не знаю земля Еревана или рельеф или климат такая что по местам этот трамвай будет под землей идти как будто в Москве не понимали вот метрополитен другой пример для нас имеющий стратегическое значение строительство тоннелей Арпа-Севан благодаря кому чему был спасен наш озеро Севан цели областя были построены заново с нуля Арараска долина сельское хозяйство здесь развелось и ну если смотреть сугубо уже с экономической точки зрения строительство такого огромного тоннеля советской власти Советскому Союзу не было видно с другой другой еще пример Армянская атомная электростанция если вы посмотрите карту мира где помечены атомные электростанции нигде не увидите что вдоль границы всего 30-40 километров в какой-нибудь стране был построен атомная электростанция это еще плюс к этому еще тот факт что вот за этим 30-40 километров находился страна враждебной Советскому Союзу натовская страна натовская Турция и вот еще один факт который так сказать либерали и постпересрочная интеллигенция и наша общественность не хочет признать все эти огромные гигантские строения все это строительство производилось только за счет Москвы так сказать за счет Кремля не за счет нашего республиканского бюджета а сейчас уже получилось то что построенные на деньги или на финансирование Москвы эти предприятия и все остальное уже в наши годы приватизировали и мы думаем что может если придет время и те которые финансировали все это придут и скажут все это же на наши деньги было построено а что вы взяли и приватизировали ну давайте тогда уже теперь расчет сделаем имя Микояна также связывают со сталинскими репрессиями это эта тема самая любимая тема наших армянских либералов и демократов как как живашка они любят с утра до вечера как как говорится ваниль медведь знает семь песен и семь про меда и они это самая любимая даже песня Микоян убил много армян он подписал списки он приказал убить армян чуть Микояна сравнивают с Тольятом на одном ряду ставят Микояна во-первых то зловейшее так называемое письмо которое якобы Микоян подписал начну с этого это полная фальшивка давным давно уже доказано не только это письмо что после смерти Сталина и Берии во времена Хрущева и позднее время во времена Горбачева был секретарь у него Яков Лев ЦК КПСС специальные бригады особые бригады сотворили десятки не сотни а тысячи таких бумажек Микоян не был всемогущим Сталином хозяином Советского Союза не был Микоян он был правда самый вежестайший чиновник но не первое лицо когда говорят о репрессиях забивают что во-первых семья Микояна подвергся этим репрессиям его добавили сыновей насколько помню 14 и 16 лет состали от Москвы это школьники по существу у Микояна была большая семья большая армянская семья его семья сама семья подвергся этому и не делая Анастасия Иванович что-то другое не только его автоматически вся семья попадалась под это под это все еще у нас не принято вспоминать о вот в эти годы так называемых репрессий аж Микоян что-то хорошее не сделал либерали наши местного разлива не любят об этом вспоминать например благодаря Микояну был спасен Баграмян если Микояну не был мы армяне сейчас не гордились что у нас есть маршал Советского Союза Ованес Баграмян благодаря Микояну был спасен Абедики Саакян получается что эти либерали не любят поизу Абедики Саакяна благодаря Микояну известный наш армянский архитектор в те годы главный архитектор города Москвы Кару Алабян и многое-многое Ерван Кочар сейчас мы горзимся скульптурами Ерван Кочара Давид Сасунский Вартан Мамико не они другое А если бы не был Микоян эти произведения же мы сейчас этим не наслаждались бы Главное в жизни и деятельности Микояна вот эти либеральные круги ставят именно в вопросе пунктуализацию репрессии но в жизни и деятельности Микояна эти годы играют если не второстепенную роль минимум так что об этом все это мода об этих репрессиях уже давным-давно прошло этими байками уже никого не подействуешь и из-за этого дерева не так и не получили что поставили памятник Микояну вот смотрите наши вот так сказать недружелюбные соседи азербайджанцы за деньги это не секрет и они тоже не скрывают во всем мире в том числе на территории бывшего Совета Республики и в Москве ставили и ставят памятник Гейдару Алиеву за деньги между тем Гейдар Алиев по сравнению с Анастасом Ивановичем это никаких сравнений не ходит между тем и в Москве должен был памятник Микояну но чтобы ожидать что в Москве или других городах Советского Союза бывшего должны поставить памятник мы во-первых этот первый шаг мы должны сделать этот памятник должен быть в Ереване других городах и на самом видном месте такой памятник должен быть на Кубе на США в Индонезии в Китае давайте поговорим про его дипломатическую деятельность известно что ему поручали очень ответственные дипломатические миссии хотя он сам не был работником Министерства иностранных дел СССР да хорошо заметили вот Микар не был ни министром иностранных дел СССР ни заместителем министра не знаю чрезвычайным полномочным послом а выходило что вот как вы сказали на эти миссии не отправили например Горомика или заместители министра иностранных дел или этим не посли занимались или в ЦК КПСС был отдел международных дел никто этим не занимался несмотря на то что по должности по существу именно они должны этим заниматься и каждый раз Микояна отправили Микояна как типа был веручалочкой Хрущев в международных отношениях что-то натворил какую-то беду натворил и все давай Анастасий Иванович Иди и веручай и еще со времен Сталина в 49 году первый раз первые отношения с Китаем в Китайской Народной Республике ну тогда еще так как таково не было именно основал Микоян и и сами теплые отношения Микояна у него был с Мао Цедуном и после этого еще в Китай вспомним берлинскую так сказать эпопею когда мир после окончания окончания второй мировой войны ну еще даже 15 лет не прошел уже мир был на грани третьей мировой войны опять Микоян и Зиверучай с Аденаурем договор и так далее Карибский Кризис еще я например как историк знал что он с его помощью стало возможно предотвратить две третьей мировой войны два раза но будучи в Китае мне там заведующий международным отделом Компартии Кита сказал что в Армении очень плохо знаете своего великого сообщественника он три раза спас еще из-за Индонезии оказалось что вот-вот начнется третья мировая война знаете Микоян как вы сказали не будучи профессиональным дипломатом но бывает в жизни что люди 10-20-30 лет работают дипломатом оканчивая дипломатические академии и так далее но так и дипломатами не становятся а Микоян и по должности и по учебе и будучи таковым был во-первых первоклассным переговорщиком и можно сказать что Микоян был так сказать дипломатом от Бога и такого такого класса переговоров который оставил Микоян до сих пор и в наши дни служит примером Микоян был со временными терминами сказать и конфликтологом разрешал все конфликты и не только международных например и внутри Советского Союза на Северном Кавказе конфликты насчет Чечни мирным путем вспомнишь 62-й год Новочеркасски благодаря Микояну этот так сказать конфликт на социальной почве не перерос политический вот вы наши миссии спросили вот Микоян самыми важными миссиями побывал в более 30 странах это уже отчетно говорит и те либерали которые недолюбливают даже не знают что во всем мире про Армению и про нас армян узнавали и поинтересовались иногда и благодаря Микояну и много есть примеров что Микояна в зарубежных поездках несмотря на тот факт что он официально представителем Советского Союза иногда его приветствовали на армянском получается что такая всемирно известная личность как Микоян он незаслуженно сейчас забыт в Армении к сожалению да но я уверен и надеюсь что со временем это со скорым временем Микоян опять Микоян и общественные слои политические деятели партийные опять вспомнит Микоян найдет свое достойное место тем более что у нас в Армении Армении тень ОДКП Евразийского экономического союза и тем более в Армении очень сильное желание присоединиться союза России и Беларусь и в этом отношении Микоян может служить так сказать полезным и знаковым фигурой господин Харучинян большое спасибо вам за интересное интервью спасибо субтитры